Настало время офигительных историй. Атака с бэйнами, 10 штук. Одним оракулом тут просто так не отделаешься. Стазис нигде не стоит и, о боже, по-моему, адепты готовятся взорваться. Нексы не добегают из Архона, но линги прорываются в генеральную зону довольно глубоко. Ещё новая порция бэйнов пытается пройти мимо, Архон не пускает бэйлингов к своей экономике, но пробки все погибают. И Зерк продолжает пушить на 46 дронах, это сильная спланированная атака без когтя. Сиро даже пошёл в атаку без гридов, на которые потратил ресурсы, не рассчитал, ошибся с таймингом. Ошибся явно, потому что коготь должен был быть готов к приходу бэйлингов. Но, возможно, Сиро как-то почувствовал, как-то понял, не разведывал, но как-то почувствовал, что надо нападать раньше. И он снес практически полностью третью базу. У него уже почти на 20 рабов меньше соперника. Он пытается отменить четвёртый Нексус противнику. Я напомню, что счёт 2-2 и сейчас всё решается. Кто-то из них сейчас поедет домой, пацаны. Кстати, на одной газилке не хватает одного раба, он тоже, возможно, это даже заметит. Если ты прямо сейчас заметишь, у тебя голосовое управление, не забывай. Попозже, пока сейчас сразу не надо. Сейчас сигнал перейдёт до Германии. Секунду, это небольшая задержка просто связи. Плохая погода, сейчас очень много снега. Зерол. Газилка. Зерол. Газилка на мейнер. Как серол будет это отбивать с собаками-бейнами, я пока не понимаю. Но я знаю точно, что у процесса есть всего одна центря. И возможность мощного доварпа. Какая красивая атака от зерга со всех сторон. Приходится штормами всё это дубасить. Зерк так долго под штормом простоял. Серол просто неумолим. Как он будет убивать шпилём с хайвом архонов, я просто не осознаю. Ему срочно нужны какие-то серьёзные аргументы. И это точно не собаки против девяти архонов. С грейдом вторым на атаку приходится драться только с роучами. Неужели сейчас серол вылетит с турнира? Я не могу поверить. Он пытается королевами трансфюзить роучей. Ему очень неудобно драться. Осталось четыре архона. Но сталкеров с зелками всё больше и больше. Очень страшный доварп от Тоса. Подходит до текания четырёх хат. Все личинки потрачены. У Серого есть куча денег на руках. И Тос отступает назад. Идёт важное сражение за вылет с чемпионата Хомсторика Ап-22. Лимиты у Протаса уже больше. И Зерк вынужден отступать назад и скорее всего отдавать хату. 800 минералов, 1600 виспедов. Не успевает тратить Сирал. Он мог выйти в массу муталистков. Но как бы они помогли против архонов со сталкерами, я тоже не осознаю. И Серого заказывает адреналин, потеряв хату. Ты что делаешь? Тебе нужны войска, не апгрейды, а войска. Не надо играть по билду, Серого. Бросай билд нахер. Нахер. И в 2а клик. Делай что-нибудь. Выводи архонов, бей гусей. Матерись. Но только не Тир-3 технологии. Серого. Минус 40 лимита. Серого покидает чемпионат. Проиграв со счётом 2-3 корейскому Протасу Зоуну. Боже мой. Мы увидели это своими глазами. Друзья, прямо сейчас свершилось. Серого. Выкинули с чемпионата. Больше его игр не будет. Это просто какая-то фантастика. Зоун как будто сам не понимает, что произошло. Он только что выкинул чемпиона с турнира. И все уже начинают думать, что Зоун выиграет этот чемпионат. Эта мысль зарождается в умах всех, кто остался ещё в этом чемпионате. Это просто невероятно. Ну а следующую шикарную катку, дружище, ты можешь посмотреть прямо по ссылке на экране. Она уже доступна для тебя в шикарном качестве. И если тебе понравилось, ты знаешь, что сделать. Увидимся в следующем году. Я очень благодарю тебя за просмотр. И конечно же всех подписчиков на Бусти и на всех моих каналах. Хорошего тебе нового года. С тобой был Зерк. А в следующем году будет ещё интересней. Субтитры сделал DimaTorzok